с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 25 августа у родившихся 1530 год в этот мир приходит иван васильевич грозный иван четвертый первый царь всея руси по отцовской линии из рюриковичи по теринской от мамая считавшегося родоначальником литовских князей глинских стал правителем в три года при нем появились земские соборы проведены реформы военной службы судебной системы государственного управления покорены казанское астраханское ханство присоединены западная сибирь область войска донского башкирия земли ногайской орды был одним из самых образованных людей своего времени обладал феноменальной памятью богословской эрудиции вторая половина правления была отмечена полосой неудачи в ливонской войне и учреждением опричнины иван четвертый правил дольше всех стоявших во главе российского государства 50 лет в день смерти долго парился в бане после чего сел поиграть шахматы внезапно упал навзничь агония была недолго и через несколько минут царствование ивана четвертого кончилось историки утверждают что за годы его правления погибло около 4000 человек и это минимум 1819 год рождается алан пинкертон основатель детективного агентства на первую в карьере шайку злоумышленников будущий детектив наткнулся совершенно случайно когда отправился в безлюдную местность неподалеку от чикаго в итоге алана избрали шерифом и он использовал свой шанс тут же основав национальное детективное агентство пинкертона эмблема агентство избрала открытый глаз а девизом мы никогда не спим в 1912 году родился эрих хоникер немецкий коммунистический политик который был власти восточной германии с 1973 по 89 естественно был лояльным союзником ссср вот в том самом восемьдесят девятом после волны продемократических демонстраций заменен эгоном кренцем исключен из компартии умер хоникер в изгнании в чили в 1994 году в 1930 году рождается георгий данелли кинорежиссер народный артист ссср просто назову фильмы некоторые я шагаю по москве 33 не горюй мимино осенний марафон лауреат государственной премии ссср и государственной премии российской федерации в 1930 году родился сэр шон коннери британский киноактер и продюсер он сыграл более чем 70 фильмов прославился сыграв джеймса бонда в шести эпизодах бандианы став первым и в дальнейшем классическим воплощением этого образа в 1942 году рождается народная артистка россии маргарита терехова в 1944 году кинорежиссеры сценарист сергей соловьев его работы оса егор булочев и другие также он известен нам и по работе в театральных постановках в 1970 году рождается клаудио шифер немецко-американская супермодель и актриса у блондинки с голубыми глазами в лучшие годы были 95 62 92 росту 182 вес 58 за один показ она зарабатывала тогда 30 тысяч долларов о событиях 325 год окончился первый вселенский собор в никее современный турецкий город из них помимо утверждения символа веры на нем также были приняты правила для вычисления праздника пасхи у христиан согласно им христианская пасха всегда наступает после еврейской 1604 год лжедмитрий первый с войском польских и украинских наемников начинает поход на москву у войск самозванца практически нет артиллерии без которой нечего было и думать о штурме таких мощных крепостей как смоленск или сама столица принимая в расчет это обстоятельство лжедмитрий первый предпочел наступать по москву окружным путем через чернигов и северскую землю 1609 год галилео галилей продемонстрировал большому совету и должен венеции новое устройство телескоп который состоял из двух линз и давал трехкратное увеличение уже следующий телескоп галилея мог увеличивать в 33 раза что позволило открыть спутники юпитера кратеры на луне и обнаружить что млечный путь состоит из множества звезд 1944 год фашистами казнен татарский поэт муссаджалиль в 1942 он тяжело ранен попадает в плен и заключен в одиночную камеру берлинской тюрьмы моабит в ней написано 115 поэтических произведений за исключительную стойкость и мужество ему посмертно было присвоено звание героя советского союза если жизнь проходит без следа в низости в неволе что за честь лишь в свободе жизни красота лишь в отважном сердце вечность есть 1957 год совершила первый успешный полет межконтинентальная баллистическая ракета r7 разработанная коллективом под руководством сергея палыча королева в этот же день в первый рейс отправляется пассажирский теплоход на подводных крыльях ракета их выпуск продолжался до середины 70-х годов всего было построено около 400 теплоходов ракеты были очень популярны в ссср и за его пределами с появлением этих скоростных теплоходов человечество получило возможность быстро добираться по воде до труднодоступных населенных пунктов 1968 на красной площади проходит несанкционированная демонстрация группа из семи советских диссидентов выражает протест против введения в чехословакию войск ссср и других стран варшавского договора для пресечения так называемой пражской весны демонстрация была сидячей и происходило лобного места ровно в полдень участники развернули плакаты с лозунгами мы теряем лучших друзей да здравствует свободная и независимая чехословакия позор оккупантам руки прочь от чсср за вашу нашу свободу свободу дубчику в течение нескольких минут демонстранты были арестованы патрулировавшими красную площадь сотрудниками милиции кгб штатском их избили и доставили в отделение милиции 1987 год президиум верховного совета ссср принимает указ о мерах профилактики заражения вирусом спид в частности там говорится что заведомое поставление другого лица в опасность заражения заболеванием спид наказывается лишением свободы на срок до пяти лет заражение другого лица заболеванием спид лицом знавшим о наличии у него этой болезни наказывается лишением свободы на срок до восьми лет ну и последнее 1906 год около трех часов дня происходит покушение на председателя совета министра в россии столыпина на его служебной даче на аптекарском острове три переодетых боевика эсеровской партии входят в помещение пользуясь своей маскировкой двое одеты как ротмистры жандармерии но здесь они разоблачаются одним из охранников увидев опасность боевики взрывают бомбы находящиеся в портфелях сами покушающиеся развиваются взрывом на куски погибает еще 29 человек большая часть дачи просто разрушена но столыпин остается цел в одном из дореволюционных изданий картина покушения на столыпина дополнена следующими строчками случайно спасшийся депутат муханов рассказывал что не слышал звука взрыва произведшего такое страшное опустошение в доме и убившего столько людей в полной тишине муханов был сброшен со стула не потерял сознание и встал на ноги больше всего поразился наступившей темнотой это штукатурка обратилась мельчайшую пыль в которой дышать становилось невозможно лишь после этого он заметил в двух шагах от себя неподвижную фигуру церемоний мейстера воронина который спокойно оставался на своем месте не доставало только головы а взрыве и поныне напоминает установлены на месте покушения гранитная стела вот такая она политика кровожадная с вами был николай пивненко в проекте дата а